здравствуйте мы сегодня поговорим о том какова работа роль классных руководителей до дистанта и соответственно как изменилась их как изменились их задачи после того как мы вынуждены были перейти на дистанционное обучение нам сегодня о своем опыте расскажут представители трех школ на самом деле у нас 4 докладчика но всего три школы начнет елена лужина из нарвской нарва ван алина риге гимназиум риге коль я не знаю как по-русски проникливается дальше мы поговорим с наталья иванищева и ярослава рахманова они представляют открытую школу таллинскую и потом наталья королева расскажет нам о своем опыте сегодня у нас первый и первая и вторая школьная ступень 3 и 4 школьные ступени будут семинар для для классных руководителей 3 4 ступени будет завтра так я передаю слово елене спасибо так так включаю добрый день всем так меня слышно хорошо я работаю в нарва ван алина риге коль нашей школе в этом году будет 20 лет 10 из них я работаю учителем и на данный момент являюсь классным руководителем третьего класса как вы видите эмблема нашей школы это трехголовый дракон и знакомя детей с историей школы мы говорим о том что три головы это три языка которые изучаются нашей школе школа келли кюмлес это эстонский русский и английский здесь даже вот мешочек учебники но я хочу привести аналогию с тем же что три головы это три участника обучения это учитель ученик и ребенок и если эти три головы смотрят в одно направление работают вместе то все проходит хорошо удачно и успешно и сейчас я хочу рассказать какие мои задачи как классного руководителя начальной школы создать условия чтобы каждому ребенку было хорошо в школе и научить детей учиться наверное это также как у всех в хорошей среде комфортной тогда и знания хорошо даются и ребенок хорошо себя чувствует уютно комфортно что чтобы детям было хорошо друг с другом надо их сначала познакомить это наверное самое главное первом классе научить уважать границы друг друга отстаивать собственные а также что очень важно снизить уровень стресса у родителей помочь им довериться школе и что происходит что мы делаем с родителями мы разговаривали перед первым классом еще в мае месяце я предложила им такое такое мероприятие провести у нас в городе есть цитрус проект где проходят мероприятие для детей очень интересные программы мы договорились с руководителем что проведем тут в миспиду елена слайд пустой почему-то а сейчас появится это хорошо да хорошо вот проведем совместное мероприятие с детьми познакомимся напомню что в келли кюмглусе один учитель один язык поэтому говорить с ними я не могла на русском языке и чтобы их не травмировать чтобы им было легче спокойнее чтобы они не напрягались дети приходят из русских детских садов из русских семей поэтому руководил процессом другой человек а я была больше как сторонний наблюдатель ходила улыбалась фотографировала и задача его была такова чтобы познакомить детей с друг с другом чтобы они побегали потолкались вместе с родителями организовала организовывали какие-то группы между собой задавали вопросы друг другу и вот что у нас получилось посмотрите почему именно этот слайд видео когда пришли родители страшные родителям и детям видно как держится дети стоят прижались к родителям и родители держатся за своих детей и через два часа вот это вот тут беготни каких-то интересных у него очень интересные методы разные они там договаривались о встречах на тарелочках писали кто с кем имена кто где встретиться во сколько достопримечательности нарвы там в замке встречаемся у льва встречаемся у школы встречаемся то есть не должны были повториться дни рождения лето зима осень очень очень здорово и чаепитие небольшое было и чем закончилась вот это закончился этот праздник вот смотрите был 28 августа за несколько дней перед первым сентября я думаю видно хорошо счастливые дети расслабленные все довольны и задача вот это познакомить детей уже можно было выполнено дети были почти все несколько человек не получилось прийти кто-то уезжал в этот момент и было заметно потом что они вливались чуть-чуть посложнее что этим детям было проще и родителям было проще они уже когда на 1 сентября шли они уже знали кому они идут с кем они идут и это уже было намного намного легче дальше что мы делаем каждую неделю это я сейчас рассказываю немножко про первый класс я пересаживала детей чтобы были новые соседи чтобы они знакомились друг с другом ближе и больше чаще чтобы они не говорили не подходили вот это та девочка или вот тот мальчика уже по именам и действительно через буквально там месяц они уже хорошо знали имена друг друга и могли им было легче сидеть не было конфликта между собой когда сидели а как когда приходят маленькие все учителя начальных классов знают они бегут жалуются кто-то их обидел кто-то что-то сказал есть домашние дети которые вообще не ходили в садик с ними тоже сложно мы значит договоренность такая что если тебя кто-то обидел ты подходишь к этому ребенку и говоришь смотришь в глаза и говоришь ты мне сделал больно мне было неприятно или ты меня толкнул какие-то такие вещи мы даже учили специально эти фразы учили их на эстонском конечно чтобы все понимали о чем идет речь и обидчик уже сам должен был посмотреть в глаза и извиниться очень трудно смотреть в глаза и извиняться если это не получалось то приходили ко мне уже дети подходили вдвоем и тогда уже мы разбирались что даже если это была обида случайно нанесена то все равно извини это произошло случайно и извини я больше не буду и очень трудно потом если ты извинился глядя в глаза очень трудно потом еще раз обидеть как-то и вот у нас конфликты сходили уже на нет и как бы дети не обижали друг друга бывает иногда но общем-то не часто также у нас очень много работ в группах и сам келли кемплос подразумевает что постоянно надо миксовать менять одни группы другие помощь психолога постоянно есть специально даже на как на сдруживание класса на какие-то на совместную деятельность создание демократического стиля общения в классе что это значит это значит что мы принимаем решение зачастую договариваясь коллегиально и не так что например да я согласен с этим потому что там мой друг а доказываем почему чем важно это мероприятие или что мы сделаем для этого что-то то есть как-то так стараемся всегда договаривать родители тоже написали перед нашим вебинаром я обратилась к родителям что если есть у них какие-то моменты есть что вспомнить о классе какие-то то что было интересно для них вот первое это говорили вечер знакомств праздник знакомств и второе что демократический стиль общения в классе все это отмечают тоже также мы очень много участвуем прямо стараемся принимать участие максимально много в разных мероприятиях в школе проходит огромное количество мероприятий у нас есть как большие мероприятия праздники какие-то концерты постановки которым большая работа к ним нужно дали там репетиции мы тоже для есть совершенно маленькие какие-то небольшие но которые тоже для формирования класса важны вот например на фотографии пижамный день у нас был все приходили в пижамках пледиках с подушечками подготовки вообще никакой только из дома принести что-то да но и выглядит очень мило и запоминается как-то очень хорошо то есть я считаю что такие мероприятия мне тоже очень важно мы участвовали правда очень много школа всегда идет нам навстречу если мы куда-то выходим поездки какие-то нам никогда не запрещают всегда только да пожалуйста особенно если это связано с языком вообще мы участвовали очень много так дальше как я уже говорила да чтобы детям было хорошо школе они должны подружиться и родителям тоже должно быть хорошо школа триггер для многих родителей как завоевать их доверие разговаривая с родителями с некоторыми выяснялось что почему там родители реагируют очень бурно на какое-то даже не замечание какие-то слова в сторону ребенка да маленькие замечания не то что замечание в эколе очень болезненно реагирует и потом оказывается что эти родители потеряли доверие к учителю один папа рассказывал что вот прям показываю я вот здесь здесь вот сидел вот за за этой партой вот в этом классе когда-то очень давно подготовился так получил хотел получить хорошую оценку написал без ошибок учительница не поверила поставила единицу сказал что я списал с тех пор у него прямо вот ну реально школа это триггер и он подозревает учителей что учителя незаслуженно ставить какие-то оценки незаслуженно замечание что просто вот пытается противостоять и со всех сил защищать своего ребенка как у кого-то был случай что что-то пропало и даже на родительском собрании мама родительница при всех сказала об этом всем родителям было очень стыдно неприятно хотя родители этого то есть ребенок этого не совершал и тоже вот пробиться через эту стену сделать так чтобы родитель доверился что мы здесь и сейчас и у нас другая ситуация с другая реальность отпустите свои обиды мне очень жаль что у вас так происходило но будем говорить о том что здесь это что сейчас и я буду разговаривать с каждым ребенком и я не обижу не дам в обиду ни одного ребенка если вашего обижают я вашего буду защищать но если вас будет защищать обижать кого-то то я тоже других буду защищать и вот опять же родители мне написали фразу мою которую я говорила уже забывается что тут школа это не страшно и для них они говорят что мы шли с этим слоганом тоже школа это не страшно и и как-то поверили доверились как у нас проходят родительские собрания также родители приходят члены сталкивались с этим немножко нервничают усталые после работы поэтому я стараюсь с ними немножко поиграть на родитель на родительском собрании перед собранием дети иногда пишут какую-то анкету отвечает на вопрос первом классе это вообще были такие самые элементарные односложные какие-то может быть 10 вопросов на которые просто ответить одним словом например мой друг я сижу с кем-то да мне нравится что-то это мне нравится в школе мне не нравится в школе я не хочу сидеть с кем-то там что-нибудь мой самый любимый самый любимый могли ответить что например или кто когда родители приходили на собрание я им давала такие же точно анкеты и они должны были ответить от лица ребенка чтобы ответил их ребенок потом выдавала анкеты детей и родители для себя делали какие-то пометочки например они не знали что у него появился новый друг это был момент чтобы дома прийти расспросить кто этот друг или что в школе не нравится может быть уточнить а потом мы с родителями связывались если была необходимость и это было это индивидуально очень я не смотрела анкеты родителей совпадали ли их мнение не совпадали это именно было для них чтобы они дома потом поработали такие вот заметочки для себя над чем дома пообщаться с ребенком со своим потом были у нас какие-то психологические тесты родители приходили выполняли их смотрели там иногда смеялись иногда там удивлялись там возмущались но вот все равно для себя что-то такое было потом уже было само собрание вся информация также на презентации на google диске родители меня привыкли уже что они не тревожат что где знают что отсутствовали вся информация google диска если забыли что-то тоже можно посмотреть туда так развивающие беседы тоже проводятся конечно ежегодно и иногда несколько раз в год с некоторыми родителями на беседах я также использую вот эти самые анкеты которые были в течение года детские да и мы также беседуем с ними развивающие беседы они не для галочки зачастую это больше часа иногда полтора иногда с каким-то родительным даже тени двух часов если есть время то мы беседы раскрываем какие есть вопросы и стараемся их максимально решить и дальше идет совместная работа с родителями это участие родителей я много не напрягаю там во всех мероприятиях чтобы участвовать но еще раз повторю что родители доверили и доверились и если у нас есть необходимость куда-то с родителями пойти что-то решить они очень быстро мобильно уже решаются всегда идут на помощь кто-то там если надо один-два человек надо больше у нас например было тоже такое мероприятие неделя доброты мы говорили о том в школе что школа это общий организм где все работает хорошо если все хорошо работают и все уважают друг друга это работники школы это повара это администрация это учителя это родители ученики и вот был один у нас родительский день когда могли прийти родители рассказать о своей профессии или что-то сделать с детьми и очень здорово было много приходило родителей и прически делали и рассказывали как создавать бизнес свой и смотрели микроскоп электронный и делали отражатель прямо родители приходили с маленькой сестренкой малюсенькой совсем еще чем это хорошо что дети очень гордятся своими родителями после таких мероприятий и с радостью большой вспоминают об этом и это сплачивает и остальные дети тоже помнят а это вот этой девочки мама с папой это вот этой так что сближает очень совместная работа какой итог такой работы с детьми и работы с родителями дети сплоченные дружные активные умеют слышать и слушать умеют оценивать друг друга подмечать важные моменты не обижаются на критику расстраиваются да но не обижаются это например когда у нас идет оценивание оценивание какой-то работы или проекта какого-то дети что-то рисовали может быть вместе делали или даже устный ответ оценивают дети иногда учитель иногда дети и потом ребенка спрашиваешь что согласен с этой оценкой он говорит да и в чем твоя была проблема мало подготовился или не очень аккуратно что-то выполнил то есть до принимает но не обижается родители доверили доверились очень мобильные идут на контакт и быстро принимают решение прямо аплодисменты моим родителям а это значит что и со второй задачей научить детей учиться справиться значительно легче то есть головы работают смотрят в одном направлении и у нас все получается дистанционное обучение у меня написано первая фраза шок но на самом деле хочу обратить внимание фотография наша за видно не видно мы работаем с ноутбуками наверное сейчас каждой школе есть мобильный класс у нас их 4 и мы можем любое время в принципе пользоваться ноутбуками с этого года мы уже достаточно плотно пользовались ими летом дети родители с детьми завели почту на гемайле и уже придав школу писали письма письма друг другу письма мне зарегистрировались среди опек что-то уже выполняли там в мексике делали использовали системы поиска фотографий какой-то информации заглядывали в словарики так то есть подготовка у нас уже какая-то была потом естественно шок это у всех был шок еще от того что и коль не работала да и пришлось опять же благодаря родителям которые очень быстро 8 утра я написала письмо на почту что присылайте номера телефонов детей 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 в течение часа прислали номера и мы уже работали но практически все там один или два человека кто были на работе не смогли так работали выбери неделю из 20 то есть через неделю уже работали в среде нет google и плюс вибер конечно так забыл еще сказать что фраза не бойтесь ошибиться это не моя фраза эту фразу я прочитала буквально на первую наверное неделю на сайте харидус анек она мне очень запомнилась даже что самое страшное сделать что-то не то пойти не по тому пути но когда тебе из министерства образования говорят не бойся ошибиться главное делай как-то вот наверное меня она очень мотивировала и поэтому в работу теперь мы работаем вот в разных системах видите padlet class time джамборд мексики ну что то еще иногда но не очень много чтобы дети не запутались они еще маленькие и да и даже большим тоже если десять разных там сред достаточно тяжело каждый день каждую среду у нас каждый день у нас проходит наверно где-то четыре урока в режиме онлайн я три урока и один урок это у нас или музыка или и не сыпи то есть другие учителя ведут среду каждую среду день самостоятельной работы и в это же время идет индивидуальное консультирование сначала получилось так случайно что мне надо было появиться в школе забрать какие-то документы какие-то учебники они работали самостоятельно потом я подумал что это же хорошо два дня они работают в режиме онлайн глаза устают один день самостоятельно в этот день я даю как можно меньше работы такой чтобы они справились и все время все равно на связи если надо консультирую выхожу в тот же нет google или вибири что мне очень нравится дети сами уже стали друг другу помогать в том же вибири я просто наблюдаю все это кто-то спрашивает какую страницу или а где находится это тот же ему отвечают и что еще мне очень нравится дети благодарят не знаю для меня это просто очень здорово что не просто спросили ответили до в режиме такого нон-стопа а еще благодарили а это сердечко послали друг другу очень здорово что мы еще делаем во время дистанционного обучения делаем зарядку каждый день у нас есть специальное упражнение кто-то или ребенок показывает или я показываю и это мы делаем иногда с утра иногда после того как они посидели пописали видно сложились то выполняю я стараюсь контролировать если они что-то пишут или сидят чтобы все таки сидели правильно спинка прямая они это знают улыбаются когда видят что к ним обращаются учителя нашей школы записали на видео youtube танцевальные перемены мы их используем на уроках физкультуры то есть я им ставлю они самостоятельно выполняют иногда присылают видеоролики также мы постоянно на связи с методическим объединением своей школы учителями начальных классов делимся опытом проводим обучение онлайн это очень здорово потому что после целого дня сидений за компьютером изучить еще по какой-то ссылке может быть там и много интересно сейчас очень много всего но трудно а когда кто-то уже это прошел собираемся также в режиме онлайн и человек уже показывает самостоятельно так как это проще как это легко и сам говорит на своем опыте что это не трудно какие проблемы на первой неделе каникул сейчас в апреле я собрал родительское собрание и задача родить озадачила родители чтобы они покритиковали как-то систему нашу дистанционную чтобы они рассказали о своих проблемах так чтобы можно было что-то изменить за неделю каникул перестроиться как-то я ждала такой критики готова была что что-то надо делать но родители все как один сначала просто благодарили говорили что все здорово все супер его подождите я жду критики мне надо с чем-то на каникулах поработать что-то изменить критики не было вот я не знаю правда так вот получилось да какие то проблемы были но родители все признавали что это их личные проблемы например вот дети жаловались на усталость это они родители говорили что они не смогли например где-то проконтролировать ребенка или упустили момент что ребенок долго сидел за компьютером когда уроки уже закончились потом не все дети усваивают материал с экрана компьютера некоторым очень важен личный контакт это выявилось это и родители говорили я сама я думаю что это наверное все во всех школах на всех уровнях увидели это замечательные дети на уроке просто вот моментально работают моментально отвечают но им нужен такой сильма контакт да что вот учитель увидел хорошо я дальше работаю а тут как-то они выпадают также дети чувствуют меньше ответственность за выполнение своих работ когда они присылают особенно первые работы которые присылали фото отчеты свои да просто было в шоке понятно я как им говорила и родителям тоже наверное у них тряслись и руки и ноги в первые дни у меня у нас у самих у всех все тряслось и поэтому они писали так что как будто они не знаю где-то не то что в поезде на полоске какой-то едут безобразно было потом уже успокоились особенно когда использовали программу пандлет куда выставляли работы работы выставляли не для оценки какой-то а например нам писали в настоящем времени что я делаю сейчас сегодня а на следующий день открывали этот пандлет и дети должны были сказать что дело там выбирали одноклассника что он где там уже пошли работы аккуратные уже как бы так все успокоились поняли что да все равно это видно не только учитель видит но могут остальные еще вот еще проблема что некоторые родители испытывают сложности в организационных моментах но это вот все равно что как на усталость жалуются да но они признавали родители что это их проблема и они думали как ее решить и как бы в общем то и все наверно больших проблем каких нет все дети хотят школу даже я говорила детям что те кто как-то меньше успевают или я не вижу работ они будут приходить ко мне в июне некоторые дети заявили что они специально сейчас будут плохо учиться чтобы потом прийти и встретиться воочию вот на этом наверное все спасибо большое за внимание хорошо спасибо елена у нас два вопроса людмила я задам вопрос на русском языке если вдруг будет непонятно то мы вам переведем что вопрос сам пришел на эстонском языке собрания родительские и развивающие беседы на каком языке у вас проходят собрание родительские на русском конечно родители на все русские мы там один или два у нас есть родители которые русские но эстонцы но говорят на русском языке развивающие беседы в первом классе развивающие беседы идет только с родителем без ребенка во втором классе развивающие беседы у нас со второго класса проходит так родитель и ребенок я говорю только на эстонском родители слушают я знаю что некоторые родители были шоке в приятном что думали но ребенок наверное не очень говорит как бы да а потом видели, что все прекрасно. То есть они были в восхищении. Специально для того, чтобы родитель послушал. И в этот момент я запрещала родителям что-то говорить, вмешиваться в процесс. То есть просто родитель, сторонник слушает. Потом уходил ребенок, и мы продолжали с родителем говорить на русском языке. Ага, как интересно. Так, хорошо. Вопрос от Светланы. Я знаю, что в группе тоже проскальзывал такой вопрос. Вот вне классная деятельность под вашим руководством в условиях дистанта сейчас. Какая проходит и какая возможно вообще? Потому что понятно, что у нас нет вообще очных контактов. То есть, ну, классные часы там в Зуме, это немножко все-таки не то. Это вы общаетесь, а именно вот какие совместные что-то, что нас сближает, да? У нас есть вот тот же патлет, да, на котором куда дети присылают у нас общее было задание от школы, кевады, тунусы, да, признаки весны, на каникулах. И они присылали туда свои какие-то видео, свои фотографии, вот это, да, и могли все друг другу посмотреть, лайки поставить. Потом у нас есть тоже страничка в Падлите. То есть тоже они, где-то они гуляют, или что-то они дома танцуют, или что-то вот придумывают, тоже показывают. Сейчас мы вот пытаемся, не знаю, получится у нас или нет, сделать песенку. Вот La 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 Psa, эта песня такая, Estee Lapse. Они по строчке пели, кто дома, кто на улице, и вот хотим ее вместе скомпоновать. Не знаю, получится ли или нет, правда, работа большая. Вот так. Это, то есть, идет монтаж видео, да? Они каждый поют где-то, а кто монтирует? У меня не получилось, честно, я пыталась загрузить программу, у меня чуть ли не крякнулся компьютер, и все-все-все просто. Поэтому вот одна тоже родительница сказала, что она поможет, и там вот идет. Хорошо, так, еще вопрос. Если у ребенка проблемы с посещаемостью и успеваемостью, то вы постоянно связываетесь с родителями или они проявляют университет? Сейчас, во время вот этого дистанционного обучения? Ну, давайте и то, и то. Ну, конечно, всегда. Это начальная школа, тут невозможно как бы не связываться с родителями. Всегда, обязательно, и сейчас тоже. Но выявилось сейчас несколько детей, которые не всегда выходят, но где-то, может быть, родителям не всегда все говорят, да, то есть где-то и выпадают с каких-то уроков. У меня, например, на данный момент это два. Я не скажу, что они вообще выпали, но периодически они выпадают, и я хочу с ними потом вот или в конце мая или в июне все-таки индивидуально обеседовать, индивидуально заниматься. Позаниматься, да. Но видите, я думаю, что, на самом деле, показатель, то, что вы в последний момент сказали о том, что они говорят, я буду специально плохо учиться, чтобы с вами в июне встретиться. На самом деле, я представляю, как это все греет, особенно в данной ситуации. А расскажите, пожалуйста, свое отношение к соцсетям в учебном процессе. Я вот в этот момент интересна. Ну, всякие в фейсбуке, там, может быть, я не знаю, вайбер, не соцсеть, наверное, что я поняла, что вы пользуетесь некоторыми вещами. Я знаю, что некоторые просто перевели практически все общение туда, да, то есть я так понимаю, что у вас часть-часть проходит через них, часть проходит через... Да, но вайбер, вайбер у нас для связи, для каких-то, например, ссылку бросить туда, да, там, напомнить им, как происходит утром, например, полдевятого, я им пишу в вайбер расписание уроков на сегодняшний день. Каждый день? Каждый день, да. Оно не меняется практически, но иногда вот, если выходим мы там куда-то, да, там, встреча с администрацией, там, что-то еще, что-то меняется тогда, да. Я немножко изменила расписание, потому что это все-таки дистант, да, как бы невозможно прямо по своему расписанию, первый урок такой, второго нет, да, у нас первые, там, два эстонских, потом они отдыхают, потом, например, у них, там, английский или еще какой-то, то есть вот такой скомпонованный. И, например, чаще больше эстонского, чем в обычной жизни, и больше математики, чтобы успеть, потому что это же все равно, это настолько растянутое, ну, это сначала очень, я не знаю, там, нервировало вот это обучение, честно, это очень, потому что и звук доходит, и дети, кто-то вышел в этот момент, кто-то выключил камеру, то есть это растягивается, невозможно, то есть нельзя сказать, что это идентичный урок в Вибрии, там, или в Зуме, да, в таком же уроке, поэтому Вибрием пользуемся, вот, расписание уроков туда и какие-то ссылочки тоже туда, напоминалочки, может быть, вот не прислали фотографию, там, я вечером пришлю эти фотографии. Для быстрого контакта, окей. Скажите мне еще, пожалуйста, такой момент, английский же у вас ведет кто-то другой, не вы? Да, да. Да, как вы договариваетесь с другими учителями? Это уже, наверное, организация вот этого учебного процесса в классе, да, поскольку вы в классе ее пытает, да, я правильно понимаю? Вот, что, например, если у вас идет по расписанию, то учительница английского тоже делает по расписанию, вот по тому измененному, которое вы пытаетесь. У нас в школе сделана таблица, в Google-таблице, и там все вносят свои уроки. Хорошо, окей, так. Еще есть какие-то вопросы у нас? Я пока вопросов не вижу. Хорошо, посмотрим, может быть, к концу вебинара еще кто-то что-то спросит. Так, теперь, сейчас я дам слово Наталье Иванищеву и Ярославе Рахмановой из открытой школы. На самом деле, у нас так получилось случайно, что Елена работает с односторонним погружением, и открытая школа у нас работает с двусторонним погружением. Вот, поэтому, Елена, я вам сейчас выключу микрофон с камерой. И Наталья Ярослава. Видео у меня не видно почему-то. Сейчас я... Да, все отлично, хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Я открою тогда нашу презентацию? Конечно, конечно, да. Открываю. Старт. Такой момент маленький, что если начнет сейчас что-то виснуть, потому что два видеоканала пойдет, я вас буду потихонечку отключать. Вот, пока не надо, пока все хорошо. Все. Пожалуйста, Ярослава. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Ярослава Рахманова. Я учительница первых классов в открытой школе. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Наталья Иванищева, и я образовательный технолог в открытой школе. Мы сегодня попробуем поделиться своим опытом о том, как проходит классное руководство в нашей школе, как оно проходило до и как оно проходит сейчас после. Немножко расскажу о нашей школе. Как Анастасия уже сказала, школа мы с двусторонним погружением. Это значит, что в школе у нас учатся дети, которые эстоноязычные и русскоязычные вместе. Всего в нашей школе учатся сейчас 215 детей с первого по четвертый класс. И одна параллель, вот, например, первые классы учатся там 60 детей, и в одном классе учатся 30 детей. 15 из них — это эстоноязычные детки и 15 — русскоязычные дети. На уроке одновременно работают два учителя для того, чтобы охватить больше детей, чтобы прийти на помощь. То есть мы используем разные методики того, как ведется урок. Это бывает и совместное преподавание, бывает, что один учитель более активен, другой в этот момент помогает детям в классе. То есть используем разные-разные методики. Что касается классного руководства до дистанционного обучения. В классе 30 детей, и 15 детей имеют своего контактного учителя, который говорит на их родном языке. И этот учитель проводит с детьми классный час, он проводит беседы по развитию, он общается с родителями, если возникает, то есть является первым контактом для родителей, если возникают какие-то вопросы, проблемы, радости и так далее. То есть он такой на страже, всегда готов помочь и прийти на помощь. То есть он охраняет этих 15 детей. Но очень важно сказать о том, что хоть я и являюсь классным руководителем 15 детей, по сути каждый учитель из нашей параллели первых классов, он знает всех детей довольно-таки неплохо. То есть все 60 детей находятся под нашим ежедневным контролем и присмотром каждый день, так как мы ведем у них уроки, то есть мы ведем уроки и в одном классе, и в другом. И в принципе каждого ребенка знаем довольно-таки неплохо. Если говорить более подробно о классном руководстве, о том, как оно у нас организовано, я бы хотела остановиться сейчас больше на программах и методиках, которые мы используем в нашей школе. Это три основные момента я сегодня выделила для презентации. Это программа Сам Сам Ульт, программа шаг за шагом, методическая игра поведенческих навыков ВЕБА и карточки с ценностями, которые в нашей школе очень детки любят. Они у нас широко распространены, и учителя даже тоже иногда эти карточки получают. Об этом тоже расскажу. Первая программа Сам Сам Ульт. Я думаю, что Сам Сам Ульт – программа знакомая уже во многих школах, и это программа, которая помогает детям стать эмоционально и социально компетентными, то есть научиться понимать свои эмоции, научиться понимать эмоции и чувства другого человека, знать, как ими управлять, как это может повлиять на самого себя и на тех людей, которые тебя окружают вместе, которые находятся рядом с тобой вместе в одном пространстве. Что бы еще очень важно, тоже я бы хотела отметить, чему мы учим детей, что, конечно, академические навыки, которые вы получаете в школе, они прекрасны, математика, русский, эстонский, все вам пригодится, но и так же вам очень поможет и сделает вас успешным и таким действительно хорошим членом общества. Это, конечно, то, как умеете вы социально взаимодействовать и эмоционально чувствовать других людей. И вот сюда приходит нам Сам Сам Ульт на помощь. Сам Сам Ульт – это очень большая программа. Я покажу сейчас один из примеров. Сам Сам Ульт – это программа, которая… Очень много всего хочется сказать, поэтому я сама себя опережаю. Как проходит у нас классный час? Классный час у нас разработан с учетом именно программы Сам Сам Ульт, которая предусмотрена для каждого класса своя. Для первого класса она довольно-таки обширная, она охватывает очень много тем. Первые темы – это эмоции, чувства, и уже заканчиваются довольно-таки серьезными вещами, как внутренний диалог, и как я могу вообще помочь этому миру, и как я могу… и так далее, и как я могу в него внести. И вот, например, в октябре пришла мне в голову идея провести совместный классный час по программе Сам Сам Ульт вместе с родителями. Конечно, первый класс – это сложно для первоклассных, которые только что пришли из садика, и ведущий вид деятельности от игры еще не совсем пришел к учебе, поэтому, конечно, нужно было им немножко помочь. Плюс родители, конечно, тоже очень волновались, и волновались они вдвойне, так как уже сказали мы о том, что мы школа с двусторонним погружением. А это значит, что 50% в день дети слышат только русскую речь, и 50% уроков у них проходит только на эстонском языке без перевода. И они могут рассчитывать только на себя и на какую-то помощь учителя, язык тела, язык жестов и так далее. Поэтому вот этот классный час сделала я для того, чтобы снять эту психоэмоциональную нагрузку и с детей, и с родителей. И сделала я ее и для родителей тоже, чтобы они поняли сами от себя, чтобы они поняли то, чего ждут они от школы и от самих себя. И если в начале этого классного часа родители были немножко напряженными, они вообще, ну, честно сказать, в понедельник утром в 9 было тяжеловато прийти, наверное, в школу, они большие молодцы, что пришли, очень здорово. И было тяжело, им видно было. А вот в конце урока они настолько смогли расслабиться, они настолько прониклись этой атмосферой. И самое главное, они поняли, какие их дети уже большие, и как много они знают, и чему они могут их научить. Что на этом классном часу я использовала? Было очень много разных элементов. В частности, это была индивидуальная работа, то есть каждый из участников, и дети, и родители получили свое задание. Родителям нужно было встать на место своего ребенка, а ребенку нужно было встать на место родителя. И они поменялись местами и рассказывали о том, как проходит их учеба в школе, дети рассказывали о том, как они чувствуют себя в роли родителей. В конце обменивались своими мнениями, и получилось очень здорово, потому что родители у них как-то действительно открылись глаза на то, почему, например, ребенок иногда после школы ведет себя так, как он себя ведет, и что он не ведет себя так, потому что он плохо воспитан, или он просто вот такой, просто потому что он, наверное, действительно просто очень волнуется сейчас, и ему нужно немножечко помочь и быть к нему более толерантным. У нас был элемент психодрамы, когда с детьми и родителями мы разыгрывали сценки на этом классном часу, когда тоже смогли они перевоплотиться в друг друга. И детям это дало очень большой положительный опыт, они тоже посмотрели на своих родителей совсем под другим углом. В целом могу сказать, что после этого классного часа была очень положительная оценка от родителей, и родители прислали кучу очень таких приятных, прекрасных комментариев, которые действительно я поняла, что такие классные часы имеют место быть, и вот тоже один из таких хороших вариантов, которые можно взять на вооружение. Вторая методика, которую мы используем в нашей школе, это ВЕПа-методика. Я думаю, что сейчас тоже с ней очень многие знакомы, потому что ее сейчас широко, скажем так, рекламируют, и очень заслуженно рекламируют во всех школах. ВЕПа набирает очень много менторов, которые могут потом быть прикреплены к школе, к учителям, и ВЕПу эту уже методику внедрять в школу. Я разместила на слайде, вы сейчас видите три слайда. Первый слайд — это голоса ВЕПа. Сейчас я об этом расскажу немножко поподробнее. И второй, третий слайд — это элементы того, как ВЕПа мы используем в нашей школе. ВЕПа — это игра, поведенческая игра, которую мы активно используем. Для нас это тоже очень важно, так как в первые дни, когда ребенок приходит в школу, и, например, эстонские детки, которые не понимают абсолютно ни одного слова из того, что я говорю, даже привет для них сложно в первые дни, у них, конечно, большой стресс, и они не понимают, они не понимают, как попроситься в туалет, как сделать так, чтобы учитель понял вообще, что я здесь сижу, что я хочу ответить и так далее. Для этого приходит на помощь ВЕПа. И игра на развитие навыков — это очень много методов, которые мы используем и на уроке, и не на уроке, на прогулке, в столовой и так далее, и так далее. И ВЕПа нам помогает создать очень позитивную и, очень главное, поддерживающую обстановку в нашей школе. И ребенок расслабляется, его немножечко отпускает эта тревога, и он хорошо сосредотачивается на учебе. Вот первый плакат «Голоса ВЕПа». Совершенно потрясающий плакат, и даже когда у нас проходят большие собрания всей нашей, ну, скажем так, не самой большой, но и не самой маленькой школе, достаточно нашему директору показать вот этот знак, и ребенок показывает этот знак в ответ. И это значит, что это голос на 0 сантиметров или полная тишина. То есть мне не нужно говорить, ребята, давайте будем потише, давайте не будем говорить. Этот знак, ребенок показал этот знак в ответ, и я понимаю, что он меня видит, он меня слышит без звука, и он правила эти соблюдает. То есть если мы показываем голос на 10 сантиметров, это значит, что мы разрешаем говорить, например, шовотом. Это очень важно тоже в нашем языковом погружении, потому что уже, как предыдущий педагог сказал о том, что языковое погружение — это, конечно же, групповые работы постоянно в разных вариациях, как только можно, и там, конечно, без вот этих значков не обойтись, потому что мы еще между собой перемешиваем русских и эстонских детей вместе обязательно, чтобы шла постоянная коммуникация между собой. Это что касается голоса ВЕПа. Совершенно потрясающий знак, который я очень жалею, что не было в то время, когда я училась в школе, и нам все было немножечко не по себе, когда нужно было попроситься выйти в туалет. У нас есть совершенно потрясающий знак. Наташа его уже показывает, не знаю, видно Наташу или нет, я думаю, да. Вот это потрясающий знак, наверное, как будто перекрещенные ножки, и это значит, что ребенок это показывает, и я, или, например, второй учитель, который в классе это замечает, и просто тихонечко ему показывает этот знак в ответ. Никто не слышит, ребенок спокоен, что никто не понимает о том, что куда он сейчас пошел. И, в общем, тоже такая хорошая вещь для того, чтобы общую такую спокойную атмосферу в классе поддерживать, так как класс 30 детей, и это довольно-таки много. Вот палочки. На втором и третьем слайде видны палочки с именами. Это все знают, особенно первый класс, все хотят отвечать, все хотят отвечать одновременно, даже если они не слышали еще вопрос, они не знают, что мы спросим, но уже срочно спросите меня. Так вот, на палочках написаны имена всех детей, и мы стараемся, и это нам позволяет вызвать максимальное количество детей, опросить максимальное количество детей за урок. То есть я не вызываю того, кого я постоянно могу вызывать, например, или так, все знают, педагоги согласятся, что бывает так, что хочется вызывать, ну, кого-то вот одного и того же. Ты уже знаешь, что он тебе ответит быстрее, и вот так далее, и так далее. То есть это нехорошо, я понимаю, да, и мы так не делаем. Мы берем палочку, вытягиваем, ага, отвечаешь ты, вот, очень хорошо, ну, здорово, ну, вот тебе сложно, ну, давай тебе вот сейчас там может кто-то еще. Вот такие палочки ВЕПа мы используем. Плюс именные палочки, да, плюс у нас еще есть минутки тишины, и когда мы делаем минутку тишины, и все, мы можем посидеть молча, помолчать, расслабиться, вот такой момент осознанности мы проводим, когда ребенок может побыть наедине со своими мыслями и прийти тоже, вернуться в нормальное такое рабочее состояние на уроке. Что касается третьего пункта, это карточки с ценностями школы. Карточки у нас есть в трех номинациях. Мы заботимся, мы осмеливаемся, и мы посвящаем. Эти карточки у нас очень интересные. Карточку такую мы даем ребенку, кому-то из детей или нескольким детей из класса каждую неделю в пятницу. Плюс один раз в месяц уже перед всей школой в большом кругу большую карточку вручает директор школы тем деткам, кто, ну, как-то, наверное, себя проявил еще больше и в более длинный, длительный период времени. Чем эти карточки хороши и как мы их вручаем? То есть мы ни в коем случае не вручаем их за успехи в учебе, за какие-то пятерки. К слову сказать, что оценок в нашей школе нет, вместо них у нас комментарии. И мы не вручаем ни в коем случае за успехи в учебе. Но да, мы можем дать карточку за то, например, что ты очень усердно работал в течение, допустим, месяца, очень смело отвечал на вопросы, помогал другим детям и так далее, и так далее. Или мы можем дать карточку. Вот я помню, у нас в прошлом году был случай, была учебная тревога. Это тоже был первый, то есть не в этом, в прошлом году, и это тоже был первый класс, и прозвенела эта учебная тревога. Дети были, ну, некоторые дети нормально отреагировали, некоторые дети были, ну, в панике, правда. То есть одного мальчика трясло. И один мальчик, я помню, он подошел к ребятам и сказал, так, ребята, успокойтесь, Яра с нами, Ася с нами, мы сейчас спокойно все построимся по парам, вот нам нужно пойти на парковку, откуда он сначала на парковку пойти, я до сих пор не знаю, но такой большой молодец. И, в общем, он так нам помог их всех построить, но мы, естественно, не могли это обойти стороной, дали ему, конечно, карточку за смелость, за то, чтобы он и смелость проявил, и заботу о своих одноклассниках. И как проходит процесс выдачи карточек, согласования выдачи карточек? Как я уже сказала, одна параллель — это два первых класса и четыре учителя. И очень важно, что мы с этими учителями работаем очень тесно. То есть у нас не так, что каждый сам по себе, например, мы вместе готовим все уроки, смотрим, кто что делает. То есть два русских учителя, два эстонских вместе мы работаем, и карточки мы тоже согласовываем вместе. Мы выносим кандидатуру. Если все согласны, да, все согласны, тогда уже классный руководитель выписывает эту карточку, и ребенку ее мы потом очень так торжественно в пятницу утром вручаем. И по поводу, да, уже как я сказала, по поводу такого более грандиозного вручения карточки тоже мы вместе согласовываем, и уже тогда вручает эту карточку наш директор. Я знаю, что уже сейчас должна сказать Наталья, но я буквально скажу то, о чем я забыла одну минуту от нему Наташиного времени, о том, что тоже очень важную часть нашего классного руководства является утренний класс, утренний, простите, круг, то, что мы проводим каждое утро в нашем утреннем круге, мы садимся с детками, обсуждаем, как хорошо их вечер, что их беспокоит, что их радует, и то есть вот 15 минут мы занимаем и настраиваем их на учебу. Сейчас я уже умолкаю и даю Наташу тебе слово. Хорошо, я немножко расскажу о том, как проводится у нас сейчас на дистанционном обучении наши уроки и вообще взаимодействие с детьми и родителями. И начну я с того, что у наших учителей совсем-совсем не было опыта никакого проводить виртуальные уроки, поэтому для нас это было абсолютно ново, и 15 марта мы оперативно создали за полдня все классы в среде Google Classroom для детей, и мы оставили студиум, среду, которую знают уже наши родители, и, спасибо, Яра, среду, которую знают наши родители, мы оставили эту среду студиум для общения классного руководителя и администрации школы с родителями именно. Студиум, если кто не знает, это аналог ЭКОЛЬ. Там мы тоже фиксируем наши уроки, но, вернее, вся работа происходит у нас в Google Classroom, во всех классах. Значит, в первые дни наши учителя просто выставляли в Google Classroom уроки, но уже в середине недели мы поняли, что есть не только технические проблемы, но и проблемы взаимодействия и активности детей, энтузиазм детей, учеников наш был не очень велик на первой неделе, поэтому наши опорные специалисты пришли к нам на помощь, и они всегда готовы были помочь как родителям, так и детям. У меня телефон, по-моему, не выключался 24 на 7, я помогала с технической стороны. Языковые наши опорные специалисты тоже помогали детям разобраться, скажем, в некоторых вопросах, что касаемо языка, именно другого, неродного языка. Также у нас есть в школе такие, так называемые, школьные друзья в классе Сыбрэк, в помощь классному руководителю и школьные наши психологи. Стали проводить индивидуальные встречи с детьми, индивидуальные встречи с родителями и групповые встречи с родителями через среду Google Class, извиняюсь, Google Meet. Правда, Яна? Правда. Да. Как у вас это? Я скажу, я киваю. Правда, да, наш, действительно, вообще, я бы сейчас отдельно еще немножко расскажу о команде поддержки, о которой Наташа тоже начала говорить, и это, конечно, заслуживает, это заслуживает слова, потому что без нашей команды поддержки мы не были бы, и наше классное руководство не было бы на том уровне организовано, на котором оно организовано, потому что мы уверены, что у нас есть очень, как у родителей наших учеников есть тыл в виде нас, так и у нас тоже есть тыл в виде нашей команды поддержки, которая делает колоссальную работу, и я скажу, что в штате у нас есть как русскоязычный психолог, так и эстоноязычный психолог, которые, ну, понятное дело, что, конечно, родители, которые говорят, для которых родной язык эстонский, им, конечно, даже чисто на таком каком-то химическом уровне будет проще общаться с носителем своего языка, ну, точно так же, как и русскоязычным родителям, и всегда, конечно, они приходят на помощь, и всегда... Я тут прямо вот, извините, вмешаюсь, психолог для родителей. Расскажу, да, не ухожу в высокие материи. Нет, 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 это вопрос, то есть обычно опорный специалист, он как для детей, вы говорите, что это психолог, который работает с родителями, я правильно услышала? Ничего не перепутала? Скажем так, это психолог, который работает с родителем, обсуждая проблему ребёнка, то есть это не взрослый психолог для взрослого человека, это именно уже, конечно, психолог, школьный психолог, который работает с детьми, и если у родителей есть какая-то проблема касательно ребёнка, то тогда да, то есть мы не будем вводить в заблуждение, да, то есть это наш... На всякий случай, да, хорошо. Хорошее уточнение, да. Это именно школьный психолог, и если у ребенка есть проблема, то, конечно, классный руководитель обращается или к психологу напрямую, или наш психолог время от времени приходит на уроки и смотрит, как кто из деток себя там чувствует, потому что, опять же, первый класс, два языка, конечно, у многих, не у каждого взрослого нервная система может выдержать в какой-то момент, тут уже что говорить о ребенке. И что еще можно сказать? Вот о чем Наташа сказала, что во время дистанционного обучения наши школьные психологи продолжили свою работу, и они организовывают такие хорошие онлайн-общения через Google Meet с родителями, где каждый родитель может поплакаться уже в жилетку и сказать, боже мой, когда же это все закончится, и помогите мне, пожалуйста. Потому что, ну, уже сил моих больше нет. Вот. Плюс у нас, да, Наташа тоже уже сказала про Коли Сибер. Есть у нас потрясающий такой школьный друг, это тоже наш сотрудник, это человек, который приходит нам на помощь. Например, если во время, если до дистанционного обучения, допустим, ребенку, ну вот прям, ну никак в классе ему не усидеть, вот он под партой, на парте, вот дайте полежать на полу, ну, что-то не так сейчас у него, мы можем позвать нашего школьного друга, она придет, уведет его, немножко с ним, может быть, посидит, поболтает, книжку почитает и вернет в класс абсолютно такого нормального работоспособного ребенка, которому просто нужна сейчас поддержка друга, а вот не меня как учителя, который что-то ему там про 2 плюс 4 объясняет. Сейчас этот школьный друг наш тоже оказывает огромнейшую поддержку тем детям, которым нужна учебная помощь и, например, то есть и пиаби, и, например, если, допустим, вот сейчас очень, конечно, эстонские детки, им очень сложно, потому что все задания, так, как я отправляла, как и были у меня на русском, так на русском они до сих пор и сохранились, и поэтому мало того, что надо понять, что нужно там делать, надо еще понять, как туда зайти, как там что нажать, как там что написать, в общем, это, конечно, деткам сложновато, и мы ввели вот эту и пиаби, сейчас учебную помощь, и есть у нас детки, которые уже в онлайн-режиме с нашим школьным другом, в какой-то там период времени, полчаса, например, они между собой там общаются, и она им помогает уже конкретно, вот смотри, тут, значит, написано вот это нужно сделать, это, тра-та-та, тра-та-та, то есть очень такая хорошая поддержка и большая помощь родителям тоже, бедным, которые уже действительно очень устали, и родители мы очень любим, поддерживаем, и всегда о них тоже думаем и заботимся. Наташа, что-то ты еще хочешь добавить? Да, как уже говорила Яра, у нас в открытой школе дети взаимодействуют друг с другом не только на уровне параллели, но и вся школа, все классы, например, в обеденное время выходят во двор все классы и гуляют там, они там общаются с другими учителями, с детьми и на двух языках взаимодействуют, и вот эту атмосферу семьи и дружеского сотрудничества нам надо было перенести тоже на дистант каким-то образом, а также, чтобы повысить активность детей в классруме, в среде классрум, мы стали придумывать разные челленджи, как для всей школы, так и для небольшие челленджи, небольшие задания для разных классов, внутри своего класса, и также дети, вернее, учителя стали внутри своего класса каждому предмету задавать открытые вопросы. Что это нам дало? Что дети открылись действительно, что дети стали отвечать в комментариях, и сейчас, я скажу, уже в 8 утра, иногда в 7, до полуночи дети общаются, общаются, общаются в комментариях, иногда это не относится к уроку, но общение там настолько интенсивное и продуктивное, потому что дети разговаривают через эти комментарии на трех языках, это эстонский, английский и русский, у нас английский ведет носитель языка, поэтому детям надо писать комментарии на английском языке, также дети помогают справиться друг другу с заданиями или с техническими проблемами, и справиться с языковой нагрузкой, пообщаться с учителями, задать вопросы, учителя сразу отвечают, не знаю, как они это делают, но они постоянно 24 на 7 контактируют с детьми в классрум, и также в классе у нас сложились уже свои виртуальные какие-то ритуалы, так, например, в первом и четвертом классе учителя, родители также и дети читают, вторые классы ходят вместе по виртуальным выставкам, а третьи классы, они были у нас и до дистантного обучения, и сейчас очень активными, и они начинают каждый свой день с приветствия, желают друг другу хорошего и продуктивного дня и взаимодействуют с учителями тоже там, а также в каждом классе, каждую неделю у нас проходит как минимум, как минимум два классных часа, один на русском, ой, вернее, извиняюсь, на родном своем языке, и другой классный час на целевом языке. Также, как говорила уже Яра, у нас утренние круги проходят в некоторых классах, не во всех, и в четвертом классе, например, учителя делают обзор недели в понедельник, чтобы настроить детей и уже спокойно начать рабочую неделю. Поэтому для нас Google, среда Google Classroom оказалась идеальной платформой для учебы, куда мы выставляем все наши уроки, для общения и проведения разных вот таких вот выводов, ну вот как у меня здесь написано. Для классного руководителя эта среда оказалась идеальной для отслеживания каких-то динамики класса, настроения детей и вообще создания такой вот атмосферы класса, где приятно было бы находиться. Да, Яра? Так, нет? Спасибо, Наташа. И вот Наташа дала очень такой отличный обзор сейчас всего того, что делают во всей нашей школе. Это как Наташа, как технолог, да? Ты правильно технолог? Да, да. Я хочу во все классы, все тоже. Наташа, это в классе, и телефон брынкает бесконечно от всех этих сообщений и прочего и прочего. И немножко поясню про классный час. То есть, да, у нас есть классный час, он проходит в формате онлайн урок, это единственный онлайн урок. У нас, ну, именно живое такое, живое общение с детьми, именно с моими контактными детьми, с русскоязычными, плюс классный, как бы классный час, скажем так, это со второй половиной класса, то есть с эстонскими детьми, чтобы они не забывали, как я выгляжу, как я разговариваю и хоть что-то по-русски на русском языке они не забывали, да, то есть, ну, добрый день. То есть, они, когда началось только это дистанционное обучение, они, бедненьки, так боялись, даже боялись там добрый день сказать, хотя уже очень прекрасно это все умеют. И вот поэтому, ну, мы тоже считаем это, в принципе, вторым классным часом. Еще вот одно такое очень классное мероприятие мы делаем для того, чтобы сплотить всех вместе и помнить, что мы все вместе друг у друга есть, это поздравляшки такие с днем рождения в джемборде, где учитель, контактный учитель ученика, у которого день рождения, создают открытку, ну, например, там, сегодня у Магнуса день рождения, поздравляю Маргус, Магнус, кто угодно, и после этого кидают это всем детям, и, то есть, все дети могут туда же зайти и что-то там нарисовать, написать, добавить какие-то картинки. Это то же самое, как мы делаем в классе уже физически реальную открытку, каждый ребенок подписывает, рисует, вот точно так же мы делаем ее виртуально. Я понимаю, что мы, наверное, уже совсем выбились из времени. Да. Но я, в принципе, могу закруглиться уже. У нас еще просто вопросов достаточно много, поэтому, если да, как-то в двух словах можно... Да. Да, вот в двух словах сказать, что дистанционное обучение было для нас, конечно, довольно сложным испытанием, это было достаточно сложно, и поскольку дети у нас еще все-таки не совсем взрослые, и первый класс это вообще было тяжеловато, и плюс язык было вдвойне тяжело и родителям, и детям, но наше руководство приняло очень ряд очень важных, приняло ряд очень важных решений, оказало нам огромнейшую поддержку, Наталья тоже сделала просто нереальную работу за пару часов, я не знаю, как это вообще все получилось, и сейчас дистанционное обучение, я могу сказать, что у нас налажено довольно-таки хорошо, и вот до конца пятого периода мы работаем в дистанционном формате, то есть мы уже физически не встречаемся. Так, могу я перейти к вопросам теперь? Да. Вопрос. Программа «Сам Самбуль» создана вычисляемой вашей школы, или что это за программа? Нет, это не нашей школы создана, это, по-моему, это какие-то американские ученые, или кто-то вот эту программу создал, я, к сожалению, не помню точно, кому она прям на 100% принадлежит, но если ввести в поиск «Сам Самбуль», то сразу можно найти большой сайт со всей информацией, и программа эта очень большая система по всему миру. Эти реалы есть как на русском, так и на эстонском, и на английском. Окей, хорошо. Людмила, если не найдете, напишите, я думаю, что мы там с контактем как-нибудь. Контакт, да. Да, каждый ученик получает карточку ценности в пятницу, или это только тот, кого вы решили поощрить? Нет, не каждый, это тот, кого мы решили поощрить в эту пятницу, но самое главное, что очень конкретно за что, не потому что ты хороший мальчик, а вот именно когда подчеркиваем поступок за что и почему. За поступок. Так, хорошо. Что они делают с этими карточками? Просто коллекционируют? Они их коллекционируют, хранят у сердца, кто собирает все три карточки, счастлив, безумно, кто-то говорит, что это был самый лучший день в моей жизни. Они эти карточки безумно любят. Они не отдают их, да? То есть вы им отдали? Это их карточка, и она прописывается в их ведомости о том, что карточка получена. А, окей, там все серьезно, понятно. Так, коллекционируют, это у вас отдельная должность в школе, или это свободный от уроков человек? Ну, у нас есть, я думаю, что есть у нас, как сказать, ваботахтлик, доброволец, но это вот у нас есть коллекционируют, он не называется коллекционируют, конечно, то есть это опорный специалист, но вот мы называем его дружеский коллекционируют. Ну, на самом деле, сходи к другу, да, это звучит лучше, чем сходи к психологу, например, да? И сходи по формулу специалисту. Да, да. У нас довольно-таки активные родители, и они всегда включаются, где-то надо помочь, что-то сделать ребенку другому, не своему, поэтому и они тоже наши все коллекционируют. Ну, супер, у нас школа прямо открыта для родителей, приходите, помогайте, проведите какой-то проект, потому что у нас 50%, фактически 50% обучения — это проектная деятельность. И учителя приходят на урок и рассказывают, например, о том, где они работают, какими-то там своими жизненными ситуациями делятся. Да, родители активны. Я вот хотела еще себе вопрос задать. Там, в самом начале был разговор о том, что у вас 60 человек в первом классе, да, поделены на два класса, по 30 человек, да, правильно я понимаю? И по 15 человек — это русские, эстонские детки, которые вот разделены на два классных руководителя. Я там пыталась просто забрать, сначала было 60, потом 30, да? Да, объясню, 60 детей, 4 учителя и 4 классных руководителя. Два эстонских, два русских, то есть для русских — русские, для эстонских — эстонские. Уроки как проходят? 60 этих детей постоянно миксуются или они ходят конкретно? У нас есть два класса, и они два класса между собой, то есть два класса не перемешиваются, вот есть два класса, они ходят в разные кабинеты. Есть у нас кабинет русского, русскоязычный кабинет, и есть эстоноязычный кабинет. А, все, поняла, разобралась. Хорошо, еще такой вопрос. Классный час, который был вот на втором слайде, по-моему, сколько он по времени шел? Примерно 50 минут он шел. А, окей, хорошо, потому что ощущение было, что он часа три как минимум, я так и думала. Мы молодцы, справились. Хорошо, хорошо, так, действительно, мы по времени затянулись, я сейчас передам слово Наталье. Наталья? 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 Так, Наталья, вы с нами? Нет, другая, Наталья Королева. Добрый день, здравствуйте. Да, все, я уж приплывалась. Так, передаю слово Наталье Королевой из сталинской Тенесмяевской реальной школы. Пожалуйста, Наталья. Анастасия, если видео у меня тоже включите, написано, что вы выключите. Секундочку, я сейчас сделаю так. Что-нибудь это происходит? Да, вот, добрый день. Все, отлично. Доклады, действительно, очень подробно, хорошо рассказали. Сейчас минуточку поделюсь своим экраном, и можно будет видеть презентацию. Да, все отлично. Да, еще раз представлюсь. Меня зовут Наталья Королева. Я представляю сегодня Таллинскую Тенесмяевскую реальную школу. Буквально два слова о школе. В прошлом году мы отметили 230 лет в школе. Это самая старая школа русскоязычная. У нас учатся порядка 850 детей. Достаточно большая школа. И буквально два слова про себя скажу. Я являюсь руководителем пятого класса, учителем английского языка, членом команды Киева. Что это за команда, что за Киева, похоже расскажу. И мое второе дополнительное образование. Я психотерапевт. Сразу скажу, что опыт работы в школе у меня небольшой. И опыт классного руководства буквально второй год у меня сейчас. Но тоже есть хоть и небольшой, но опыт, свои мысли. И всегда я пытаюсь рассмотреть любую проблему, конечно, или любой вопрос с точки зрения психологии. Если говорить про классное руководство, на мой взгляд, что входит в основные обязанности и задачи классного руководителя, это, конечно, помощь в организации учебной деятельности, решение каких-то каждодневных вопросов, организационных, передачи информации, помощь детям, поддержка. Тут есть такое отличное понятие психологии поддерживающих взрослых. В идеале мы, как взрослые люди, должны прийти в один прекрасный момент к тому, чтобы самим в себе быть этим поддерживающим взрослым. То есть не искать ресурс, не искать поддержку вовне, а знать, что мы сами для себя поддерживающие взрослые. Но если мы говорим про ребенка, то у ребенка должен быть настоящий поддерживающий взрослый, к которому он может всегда обратиться, всегда знать, что взрослый готов его выслушать, как-то помочь ему. И в идеале, если эту функцию выполняют родители, ну, согласитесь, всегда здорово иметь несколько таких поддерживающих взрослых. Например, классного руководителя или любого учителя, которому ты доверяешь, которому ты можешь прийти с этой проблемой, поговорить и найти как-то совместное решение. Если говорить о воспитательном процессе, то всегда он имеет место быть, но здесь очень важно понимать, что какими-то нравоучениями или какими-то установками правил каких-то воспитательный процесс далеко не уйдет. И тут очень важна среда, в которой ребенок растет, развивается. Поскольку большинство времени он проводит или в семье, или в школе, то мы должны как взрослые создать ему такую среду, где бы он развивался гармонично, спокойно, безопасно, радостно и интересно. То есть от нас, от взрослых, в принципе, требуется создать среду. И в любом случае ребенок будет, сколько бы ребенка ни воспитали, он всегда будет копировать своих родителей или тех взрослых, которые находятся рядом с ним. То есть мы можем много раз, тысячу раз сказать, как делать можно, как не нужно делать, но все равно ребенок сочетает это с нас. То есть мы должны всегда воспитательный процесс примером своим показывать, как можно общаться, как хорошо общаться, как не очень хорошо общаться. Тим-билдинг или сплочение класса, различные классные часы, различные мероприятия. То есть неклассная деятельность идеально подходит для тим-билдинга. Мы со своей стороны тоже все время пытаемся побольше культурных мероприятий, учебно-развитательных программ, каких-то походов, поездок. Тоже хочу сказать большое спасибо администрации. И ни разу не было нам отказано ни в какой поездке, ни в каком-то мероприятии. Всегда отпускают нас, всегда находят замену, всегда идут навстречу. То есть очень поддерживаются. Школа участвует в различных программах. То есть у нас есть и походы, которые оплачиваются школой, и сами, совместно с родителями какие-то мероприятия организуем. Это и поездки в различные другие города Эстонии. Планировалось у нас много мероприятий на весну. К сожалению, все отменилось. Не отменилось, как я обидно ответил, перенеслось в неопределенное время. Контакт с родителями. Конечно, родители тоже встречаемся, общаемся, созваниваемся, какие-то вопросы решаем в обычное время. Если говорить о второй школьной ступени, то есть это у нас четвертый, пятый, шестый классы, тут надо брать всегда во внимание особенностей возраста. Раньше принято было считать, что взрослый возраст – это сколько? Ну, 13-16 лет. Сейчас все очень изменилось, все очень двинулось. Разговаривала не так давно с нашим местным эстонским детским эндокринологом, и для меня даже был такой сюрприз, что сейчас норма, медицинская норма считается подростковым возрастом с 8 до 15 лет. То есть если у ребенка подростковый возраст наступает 8 лет, это считается нормой по медицинским показаниям. То есть это не ранний пубертат, это норма. Если мы берем вторую школьную ступень, мы должны понимать, что это прям такой уже расцвет подросткового возраста. Четвертый класс, но я как классный руководитель пятого класса могу сказать, что это уже прям такие подростки. Отсюда мы понимаем, что меняется поведение, меняются чувства подростков. Это с одной стороны и такая очень роднимость внутренняя, и с другой стороны во внешнюю среду ребенок может транслировать какую-то грубость или какие-то колебания настроения, кризис развития личности, снижение успеваемости, потому что учеба может выходить на второй план уже, самостоятельно. Дети хотят быть очень самостоятельными, и у них меняется отношение к требованиям и различным запретам. То есть чем строже будут требования и запреты, тем больше ребенок будет их отрицать. Все запреты и требования должны идти через такую очень дружественные формулировки, такие больше как диалоги. Чем мягче мы придем просить что-то и какие-то ставить правила, тем больше вероятность, что ребенок их примет и пойдет с нами на диалог. Ну, конечно, конфликты тоже в подростковом возрасте имеют место быть, и поэтому наша школа присоединилась к программе Кива. Мы буквально вот только этот первый год присоединились к программе. Кива с исполнского языка переводится как, расшифровывается как «Школа без травли, школа без насилия». Программа очень интересная, эффективная программа антибуллинговая была разработана в Финляндии примерно 10-12 лет назад, разработанная университетом Турку совместно с поддержкой Министерства образования в Финляндии и ведущими психологами финскими. Эту программу используют 90% школ в Финляндии. И в Эстонии, по-моему, на данный момент 90 или 95 школ присоединились к программе. Если говорить про школьную травлю, то статистика в Эстонии очень неприятная. Примерно каждый четвертый-пятый ребенок сталкивался когда-либо со школьной травлей. Это достаточно высокие показатели. Учим детей на этих... У нас уроки в Кива проходят не реже, чем два раза в месяц. То есть администрация выделила классные часы. Классные часы теперь введены прямо в сетку расписания. Дети знают, что это не просто классный час, это, скорее всего, будет урок в Кива. Дети учатся выражать и распознавать свои чувства, распознавать угрозу. Мы говорим о том, что школьная травля может иметь различные виды. А это не только физические какие-то могут быть угрозы, но и вербальная травля, кибертравля. То есть различные виды буллинга, как его можно распознавать и кому обратиться о помощи, у кого попросить помощь. К сожалению, на постсоветском пространстве часто дети считают, что попросить помощь – это то же самое, что ябедничать. Мы пытаемся эту идею искоренить. То есть попросить о помощи – это нормально, потому что дети, к меру своего возраста, не всегда могут постоять сами за себя и решить какую-то проблему. Это нормально – обратиться за поддержку взрослому и попросить о помощи. Есть команда Киева. У нас в нее входит 5 человек. Это представители администрации, заучи основной школы. Я, моя коллега, специальный педагог и еще одна учительница начальной школы. Команда Киева работает с какими-то конкретными случаями. Мы разговариваем с ребятами, которые обращаются. Существует конкретный протокол Киева, как надо вести беседу, о чем договариваться. То есть это все разработано, готовый материал. То есть надо просто взять и использовать. В принципе, дети также знают, что поддерживающий взрослый – это необязательно член команды Киева. Можно обратиться к любому учителю, с которым у тебя хороший, теплый, дружеский, близкий контакт. Это может быть школьный психолог, как твоя учительница, классный руководитель. В принципе, любой взрослый. То есть это нормально, попросить о помощи, если вдруг что-то происходит. Ну и, конечно, мы работаем в основном на предотвращение таких ситуаций. То есть дети, которые с первого класса учатся дружбе, каким-то социальным навыком, выражать свои чувства, меньше вероятность, что в более взрослом возрасте у них возникнет потребность участвовать в школьной травме. Классные часы всегда интересные. Готовый материал, как я уже говорила, подробные книжки. Учителям ничего не надо придумывать самому. Он берет тему, и там описаны различные игры, групповые задания, сценки. Очень много обсуждения. В принципе, дети очень любят эти уроки. И они всегда проходят весело, шумно и интересно. Но мы только первый год по этой программе работаем. И думаю, со временем будет больше у нас информации о том, как это работает. Если говорить про классное руководство во время дистанционного училища, что, в принципе, изменилось, конечно, мы все были, скажем так, не совсем готовы. Мы проснулись, и ситуация изменилась. Никто не знал, что все произойдет так резко. Раньше мы использовали раз или два раза в год, у нас были дистанционные дни, когда дети работали из дома, и все учителя выставляли в электронном виде какие-то задания. То есть, в принципе, у нас практиковалось. Точно так же все дети имеют школьную электронную почту. Мы работаем в системе Gmail, Google Class. То есть, в принципе, все это было. Все это дети умели, но пришлось внедрять онлайн-уроки и какие-то другие варианты. Как мне кажется, самое главное, что мы должны сейчас стать детям, это поддержку, поддержать детей. Поддержать детей, это значит объяснить им, что мы рядом, что мы в зоне доступа, нам можно позвонить, написать, и мы всегда поддержим и, ну, как минимум, выслушаем. То есть поддержка, это не значит тотальный контроль, это не значит каждый день писать детям, будить их, напоминать, все ли ты сдал, когда ты это сдашь. Поддержка, это вот быть рядом и показать, что дети, о детях думают, о детях заботятся. Взаимодействие с родителями точно так же успокоить тех, кто сильно переживает, дать ответы на какие-то вопросы, насколько это возможно. Спокойство, эмоциональный контакт. Да, если спокойно мы, если мы с мужеством воспринимаем ситуацию, на которую мы не можем повлиять, спокойно проживаем это время, то дети наши тоже будут спокойны. Опять же, возвращаемся к тому, что очень важна следа. Если у ребенка дома постоянно какой-то негативный фон, родители переживают, шумно обсуждают какие-то новости, как я говорю, новостной мусор, дети все это читают, все это смотрят, то, конечно, их эмоциональное состояние будет достаточно угнетенным, и дети так и так переживают стресс. И ответственность взрослого здесь минимализировать этот стресс. То есть мы все, как взрослые люди, которые окружаем детей, это и семья, и школа, первое, что мы должны сделать, это взять на себя ответственность и снизить уровень стресса у детей. Взять ответственность на то, что да, нам надо помогать своим детям в выполнении домашнего задания. Вот сейчас такая ситуация, и что мы можем снизить ее? Только с мужеством ее пережить, с минимальными потерями физического и психического здоровья. Школьные мероприятия во время карантина самая приятная часть. Мы точно так же стараемся разнообразить досуг детский. У нас замечательные. Замечательные есть Хуви Юхт в школе. И она придумывает обычно какие-то мероприятия для всей школы. Сейчас готовится видео поздравление ко дню мамы, которое пройдет в воскресенье. У нас был онлайн-концерт, у нас были чтения стихов, пижамный день тоже прошел в режиме карантина. Дети прислали свои фотографии в любимой пижаме с любимой книжкой в руках. Тематические различные классные часы. Мой класс исходил на лекцию к Webicom Stable. Они обсуждали безопасность сети. И планируется на следующей неделе классный час от центральной городской библиотеки. Они предлагают тоже различные интересные классные часы. Будут говорить о той интересной книжке, с которой можно шагнуть в летние каникулы. Думаю, что у меня, наверное, все. Благодарю за внимание. Может быть, у кого-то появятся вопросы. Мне всегда можно написать на школьную почту. Так, пока у нас вопросов здесь нет. Я вот хотела спросить такой момент. Насколько дети в пятом классе активно участвуют в школьных мероприятиях? И как это организовано в плане, как это обязательно посещение для всех? Что раз уж мы идем, мы идем все вместе. Или там на откуп, кто хочет, кто не хочет. Как вы классно их как-то мотивируете? Нет, это все по желанию. Но вот, насколько помню, когда был онлайн-концерт, то из моего класса было максимальное количество ребят. У нас школа находится в центре города, и ребята учатся со всего района. То есть достаточно мотивированные у нас дети, чтобы ездить из разных районов именно вот в эту конкретную школу. Часто в этой школе учились их родители или там бабушки, дедушки. То есть у нас дети на учебу очень мотивированы. И у всех есть большое количество дополнительных занятий. У нас такие спортсмены, такие музыканты, такие художники. То есть дети все чем-то занимаются и с удовольствием делятся своими достижениями. То есть если говорим про какой-то концерт, они с удовольствием снимали видео, чем они занимаются, играли на пианино, на скрипках. В этом плане все активно всегда участвуют и думают, что концерт к Дню мамы тоже будет интересно. А, так, а вот к Дню мамы вы как делаете? Онлайн? Нет, Ко Дню мамы ребенок должен записать видео. Это может быть любая творческая работа. Все, что угодно. Песня, стихи, все, что хотят. И они скидывают свои видео на почту и потом монтируют такое видео поздравления. Учителя записывали поздравления. Ну, у меня так видео привет для детей после первой недели в Транзина. Потом дети записывали видео привет учителям. А от кого инициатива исходит? Вот, например, дети записывали видео привет учителям. Это чья была инициатива? Детей записывали? У нас есть УП. Ребята, по-моему, с 8-го или 9-го класса. У них такое ученическое представительство. У ВИЮх у нас очень активная. Она достаточно молодая девушка. У нее масса идей. Вот. То есть и сами учителя. Например, пижамный день это был метод объединения учителей английского языка. Мы попросили. Пижамный день это онлайн, да? Никто в пижаму в школе не ходит. Была такая практика. Мы тоже ходили в пижаму в школе. Смысл был в том, что дети приходят в пижамах и мы садимся в коридоре на кресло, подушки и читаем книжки. Ставшие дети читают младшим, учителя читают на английском. Если какая-то какие-то руки учителя перенимают, мы тоже с удовольствием поддерживаем. Но поскольку в этом году не получилось провести его в обычном режиме, в апреле, по-моему, это международный день, мы провели его вот так онлайн, но дети прислали фотографии. Донечка тоже первоклассница участвовала в книжках, управляла. Спрошу еще вот тут вопрос сейчас, секундочку, про Кива. Правильно ли я поняла, что это набор материалов, по которым, готовых материалов, да? И я так понимаю, что на русском языке тоже они есть, да? На русском сначала они, конечно, появляются на хрисском, потом переводятся на эстонский и только на русский переводятся в последнем, уже до нас доходит очередь. Да, они есть и в эстонском варианте, и в русском. Эстонские школы их даже больше используют. И там книжка на первую ступень, на вторую школьную ступень, и сейчас выпущена книжка на третью, но вот русского перевода мы еще не получали, и, например, к третьей ступени мы даже не подключались. Очень интересно. Вот, вопрос теперь. То есть это набор готовых материалов, которые вы берете, и вы по ним проводите вот эти внеклассные, как бы, ну, классные часы, да, то есть это идет, как этот вот, как это сказать, как вот костяк ваших вот этой классной деятельности с детьми, как классного руководительства, да? Правильно я понимаю? Хорошо, да. И то есть, и там как получается, это вот эти вот шаги в этих книжках, или как это, ну, вот какие-то они же на части разделены, да? Это один вот, вот эта часть, это для одного часа идет, или вы сами решаете, как, как это, понимаете, о чем я говорю, нет? Да, там много уроков, не всегда мы успеваем один урок пройти, и это не обязательно один урок пройти за классный час. Мы можем разбивать, мы можем возвращаться, мы можем брать какие-то отдельные игры, там, семейные упражнения, игры с карточками, сценки, видеоматериалы, какие-то известные люди, там вот последний раз мы смотрели, Элина Нечаева записывала свою историю, то есть видеоматериал, как она делится своей историей, как она подвергалась школьной травле в свое время, как это повлияло на нее. С более маленькими детьми, вот я смотрю уже по первому классу по своей дочери, у них, конечно, они меньше говорят вот про такие вещи, у них все больше на эмоции, на дружбу, на взаимопомощь, с детьми по старшу, уже тогда мы смотрим, выбираем такие более сложные ситуации. Хорошо. Так, вопросы. Скажите, пожалуйста, в какой среде проходят массовые мероприятия? На данный момент? В основном это путем того, что отправляют дети свои работы и потом монтируются видеоролики и выставляются и в общий доступ и детям отправляются. А я вот по-другому спрошу, например, классные часы, это Zoom? Да, да. В основном это Google Meet, но Zoom тоже используется. Ну, не суть, видеосреда, да, я поняла. Хорошо. А родительские собрания? Родительские собрания еще не проводили, но если бы была такая потребность, конечно, собрали бы. А в школьных не было тоже родительских собраний? Школа с родителями по e-mail общается, да? Да, школьных собраний для родителей не было, со своими коллегами мы собираемся один-два раза в неделю, у нас тоже такие видеособрания. Окей. Это, конечно, завтра. Завтра. В школе есть хувьюхт, который проводит мероприятия по параллелям. А, это вопрос. В школе есть хувьюхт, который проводит мероприятия по параллелям. На этих мероприятиях тоже свободное посещение детей? И должны ли готовить в классы заранее номера для мероприятия? Я, к сожалению, не понимаю, это вопрос касается дистанта или нет. И я так понимаю, что в дистанте у вас вот как раз присылают они фотографии, а в недистанте мероприятия, я так понимаю, что все-таки готовят дети свои какие-то номера, да? Да. Хувьюхт обычно в начале года составляет календарь событий. У нас это висит, все вывешивается, в какие дни у нас рождественские ярмарки ежегодные проходят, когда у нас последние звонки, когда у нас пижамные вечеринки и так далее. Мы по желанию, каждый класс может что-то добавить, поучаствовать, день папы, женский день, то есть обычно какие-то отдельные параллели задействованы, что-то в начальной школе, что-то общешкольное, и так по-разному и очень активно ведется к классной деятельности. Так, у меня еще один последний вопрос, но скорее, наверное, для всех сразу наших спикеров. Вот классное руководство это такая деятельность, которая идет параллельно с обучением детей. То есть, Наташа, я думаю, что вот в пятом классе у вас, ты же психолог, да, у тебя есть сертификат, ты преподаешь что-то тоже, как учитель-предметник. Английский язык. Английский язык, так, и параллельно у тебя еще идет классное руководство, то есть это как бы идет вот дополнительный момент, да. У Ярославы идет все очень смешанно, это, я так понимаю, там идет больше как бы классе, пятая, как классный учитель для маленьких деток получается, и большинство предметов Ярослава вы же и ведете, да? Да. Да, и у Елены то же самое получается, что это идет погружение, и тогда большинство предметов ведет Елена, ну там всякие английские, получается, ведет кто-то другой. Вопрос, собственно, заключается вот в чем. Какую вот эту часть вашей работы в школе составляет это классное руководство? Именно не преподавание, то есть насколько это много берет времени. Я понимаю, что Ярослава и Елены может быть тяжело это оценить, потому что у вас очень все смешано, но просто вот очень интересно, потому что вы, классное руководство же, это и занятия с детьми, и какие-то вот социальные, да, проблемы воспитания их, насколько это, ну по сравнению, скажем, вот с общей школьной работой, вот это классное руководство, у нас какая часть примерно? Сложно сказать, что какая-то отдельная часть, но я скажу, что детей своих я вижу очень часто, потому что в английском языке класс делится на две группы, но я веду у обеих групп, то есть я вижу своих детей, поскольку у них английский три раза в неделю, то есть я вижу три раза в неделю одну группу, три раза в неделю другую группу, классный час, и... Два раза, да, классный час еще? А, нет, один раз в неделю, да. Вижу я их всегда, и если, конечно, у нас какие-то срочные организационные вопросы, мы можем всегда занять время от урока, буквально там, или после урока на перемене переговорить. Я их вижу каждый день. Постоянно, да. Ярослава тоже, наверное, каждый день, да? Каждый день их вижу, да, и даже если, например, в этот день у меня нет у них урока, то, например, я нахожусь в школе, и если у них, допустим, была физкультура или музыка, то потом я их беру, иду с ними в столовую, мы там кушаем, потом час гуляем на улице. То есть с ними каждый день, конечно, даже очень сложно. И именно идет тоже каждый день вот это вот социальное, в том числе, общение, воспитание, да? Елена, вы здесь? Я не вижу, к сожалению. Да, теперь вижу. Так. Невозможно разделить у учителя начальных классов как-то преподавание и классное руководство. Любую проблему мы все равно ее обсуждаем. Что бы ни случилось, я считаю, что вообще можно даже иногда отодвинуть преподавание, да, то есть саму тему какого-то урока, но провести какую-то беседу. Потому что у нас есть в начальной школе возможность такая. Я лучше остановлю урок и что-то им объясню, что-то мы проговорим, и тогда уже легче идем дальше. У нас есть возможность учителя начальных классов. Ну, мне кажется, с маленькими детками, ну, по-другому, это действительно. Тут вы правы, что лучше иногда остановить и дать вот этот момент, пока эмоции свежие, потому что я знаю, что им же задним числом объяснять бесполезно. Они могут уже чего-то не вспомнить, забыть почему, там, какие-то претензии. Так, у нас на самом деле еще один вопрос. Я думаю, что тоже для всех. Классный руководство оплачивается или входит в ставку учителя? Вы, кто не хочет, можете не отвечать. Это такой вопрос чувствительный. То есть, да, Ярослава, да? Теорица говорит еще. Да, я скажу, ну, я сразу просто все точки над «и» расставлю, что класс «и» — это уже есть ставка, вот, например, как если про начальную школу говорить, то есть именно моя ставка учительская, она есть моя основная занятость. То есть, помимо того, что я веду уроки, я не могу не быть классным руководителем, поскольку это первый класс. Если бы я была учителем музыки, например, я не знаю, как это уже по-другому оплачивается, или если бы, допустим, я была учителем музыки, у меня было бы классное руководство, поскольку я веду все уроки в первом классе, как классе, тогда уже, да. У нас это ставка отдельная, то есть я учитель английского языка, и классное руководство — это отдельно оплачивается дополнительно, и когда классные часы ввели в расписание с этого года, это тоже оплачивается прямо как отдельный урок. То есть обязательно... Нагрузка. Да, добавляется к нагрузке. Но здесь такой момент, что, Наталья, что вы преподаете уже в пятом, в смысле руководите, классное руководство в пятом классе, то есть это уже вторая ступень, и там уже идет немножко другое, там уже нету классных учителей вообще, там все учителя разные уже, да? Да, у каждого, ну, учителя предмет. Каждый предмет, да, да. Елена, как у вас? У нас оплачивается 10%. Отдельно, да? То есть у вас, получается, вы как классе и пятая, и отдельно еще классное руководство, да? Ну вот каждая школа по-своему подходит, я так понимаю, что тут сложно сравнивать. Так, у меня еще один вопрос. А, наоборот, написано, что это очень хороший вопрос, потому что во многих школах классное руководство отдельно не оплачивается. Вот так вот. Так, хорошо, если есть еще какие-то вопросы, самое время их задать. Если нет никаких вопросов, тогда мы прощаемся с вами. Спасибо, что нашли время прийти. Я сейчас выключу запись. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова